Грудной ребенок не знает, высокая у него самооценка или низкая, он вообще не знает такого понятия. Он узнает себя через родителей. И если родители систематически подмечают какие-то позитивные моменты в нем, хвалят, говорят, что у него хорошо получилось, какие-то черты характера или внешности, то они словно формируют в нем некий стержень, наполненный позитивной информацией о нем. И во взрослой жизни такому человеку, как правило, легче справляться с какими-то трудностями, и он всегда знает, что он окей. Но бывают другие случаи, когда, например, родители не то, что не хвалят, но и критикуют, обесценивают, сравнивают с другими. И ребенок таким образом узнает о себе, что он ничтожество, что есть всегда кто-то лучше него. И у многих такой паттерн мышления, постоянно сравнивать себя с другими и быть несчастным. Получается, что родители, они как бы разукрашивают некую линзу, некое стекло, через которое мы смотрим сами на себя. И если они разукрашивают эту линзу в черные цвета, то мы тогда в таком случае, видя себя сами, оценивая себя сами, видим свои недостатки, обесцениваем себя и видим себя в черном цвете. Если говорить о самооценке, то условно ее можно разделить на два типа. Это общая самооценка и частная самооценка. Частная самооценка это то, как я, например, себя оцениваю в какой-то сфере. Какой я сотрудник, какой я родитель, какой я как психолог. А общая самооценка это сумма всех частных самооценок, но с определенным коэффициентом. То есть, например, то, какой я как родитель, или то, какой я как сотрудник, имеет большее значение для моей самооценки, чем умею ли я играть в футбол или не имею, или хорошо я рисую, или плохо. Если у вас тоже так, если вы замечаете, что в каких-то областях вы себя оцениваете хорошо, а в каких-то плохо, но вот там, где плохо, это для вас, например, очень-очень важно, задумайтесь, откуда эта идея. Откуда эта идея о том, что какие-то области имеют большее значение в вашей самооценке, в вашей самоценности как личности. Быть может, родители говорили, что самое важное это удачно выйти замуж, или поступить в хороший вуз, и иметь престижную работу, или быть настоящим мужиком. Поэтому задумайтесь, неужели в абсолютном значении один человек более ценен, чем другой? Ну, например, тот, кто умеет успешно строить бизнес, зарабатывать больше денег, или красиво говорить, более ценен как человек, чем тот, который этого всего не умеет, но зато умеет хорошо воспитывать детей, умеет ладить с окружающими, просто хорошо готовит, например, или рисует. Задумайтесь об этом. Итак, как повысить удовлетворенность своей самооценки? Всего два пункта. Первое, это повысить саму самооценку, ну, если вы чувствуете, что она у вас заниженная. А второе, это сделать ее стабильной. То есть бывает так, что вроде бы самооценка выросла, но с кем-то пообщался, тебе сказали что-то, какую-то критику, и самооценка просто в пол упала. А потом похвалили, самооценка опять поднялась. И вот такие качели, американские горки с самооценкой постоянно. Что нужно делать первое для того, чтобы повысить свою самооценку? Осознайте, просто поймите, что у вас сбой в программе. Что у вас, как вирус, есть в голове родительский интроект, некая часть вашей личности, которой, ну, просто жизненно необходимо постоянно критиковать вас. И родителей, может быть, уже вообще нет на этом свете, нет рядышком с вами, но процесс самообесценивания, он словно уже запущен и работает по кругу. Как может происходить этот процесс самообесценивания? Например, если в детстве вам говорили что-то про ту сферу деятельности, которой вы занимались, она вам нравилась. Ну, говорили, кому эти каляки-маляки нужны? И сейчас, допустим, во взрослой жизни вы красиво рисуете, но вы сами себя обесцениваете и говорите, ну, да кому это рисование нужно? Вот уметь, например, продавать или хорошо общаться, вот это другое дело. Или, может быть, обесценивали важную и ценную для вас сферу, сферу, которую культивировали в вашей семье. Главное быть, например, очень красивой, но при этом говорили, ну, Маш, ты у нас, конечно, красотой не вышла, ну, ты умненькая, но всегда культ в семье был красоты, и вы понимаете, что, ну, что, что я умная, важно же красивой быть, а я вот не такая. Или сравнивали с кем-то, с братом, с сестрой в негативной оценке, и теперь этот процесс запущен автоматически. Поймите, что это вирус, и от него нужно избавляться. Проще всего это сделать, конечно, на психологической консультации, на психотерапии, но если пока у вас нет такой возможности, можно сделать простые действия самой уже сейчас. Например, очистите вот тот фильтр, то стеклышко, через которое вы сами на себя смотрите и видите всё в чёрном цвете. Просто прямо сейчас поставьте это видео на паузу и напишите, или вслух проговорите, запишите у себя где-то в заметках 3-5 пунктов, в чём вы хороши. Не лучше всех, не самое лучшее, нет. Объективно хороши. Более-менее неплохо. Для продвинутых вы можете написать 10-15 пунктов, и прям, знаете, как каждое утро и вечер, прочитывать это про себя, потому что вы слишком долго автоматом прокручивали информацию, в чём вы не хороши. Пора скомпенсировать это. И да, может быть, это займёт несколько недель или даже месяцев, но начинать когда-то надо. Поставьте видео на паузу и просто проговорите, а что я неплохо умею делать, в чём я хороша, или в чём я хороша не в том плане, что я умею делать, а вообще как личность. Следующее. Чаще себя хвалите. В нашем постсоветском пространстве, в нашем русскоговорящем пространстве не принято себя хвалить, не высовывайся, будь как все. У многих ещё в памяти это сидит, где-то на подкорке. Но начните хотя бы хвалить себя для того, чтобы получать большую зарплату. Потому что бывают работодатели, которые при приёме на работу прямо так и спросят, а почему мы должны вас взять на работу? И вам придётся как-то достать свои сильные стороны, чтобы их озвучить, чтобы, ну извините за это слово, продать себя работодателю, чтобы получать больше денег. Я видел столько талантливых людей, действительно отдающих себя всего работе и делающих классную свою работу, а работодатель их не ценил, потому что они не считали это ценным, сами по себе люди. Они считали, ну а что такого, это все умеют делать. Поэтому начните хвалить себя просто для того, чтобы в вашей жизни был больший доход, больше денег вы зарабатывали на своей работе или тем делом, которым вы занимаетесь. Далее. Взрастите в себе внутреннего адвоката. У людей, у которых низкая самооценка, они очень любят приписывать всё хорошее, что в их жизни происходит другим, а всё плохое себе. То есть я причина того, что со мной какие-то неудачи, а вот то, что хорошо, не-не, это не я, это вот они были молодцы, это мне повезло или ещё что-то. Начните действительно брать на себя ответственность, да хорошее, что произошло. Например, это мероприятие прошло хорошо не потому, что люди на него хорошие пришли, а потому, что я подготовилась, потому, что у меня есть опыт, у меня есть какой-то талант, ребёнок хорошо в школе учится, не потому, что он такой смышлёный, я-то тут при чём, а потому, что вы, может быть, с детства ему сказки какие-то читали, занимались с ним и вообще видели в нём перспективу, и сама вера в него помогает ему сейчас лучше учиться. приписывайте чуть больше хорошего себе и чуть меньше плохого себе, лучше это, можно сказать, ну, погода такая, поэтому не получилось. Да, это, может быть, будет непривычно поначалу, но это то, что очень слабо развито у людей с низкой самооценкой. Кстати, если вы только на начальном пути взращивания своей сильной самооценки, то я очень бы рекомендовал избавиться от людей, которые очень сильно влияют на вашу самооценку негативно, которые критикуют вас. И вот вы буквально только взращиваете этот росток вашей самооценки, этот цветочек, и кто-то просто приходит и кувалдой по нему стучит и пинает и мнёт этот росточек, своей критикой, своим обесцениванием. Избавьтесь, постарайтесь избавиться от таких людей максимально. И, кстати, посмотрите моё видео о том, как реагировать на критику. Оно будет чуть выше. Но здесь я также имею в виду избавиться не только от людей, которые вас критикуют, но и от людей, которые в чём-то лучше вас, успешнее вас, например, вы листаете ленту Инстаграма, там, ВКонтакте, и видите и думаете, вот у неё жизнь, да, или вот он молодец, сколько дипломов, или какая у него классная машина, или у неё какие замечательные дети. Не то, что у меня. Уберите на время, на несколько недель, месяцев, это из своей ленты. Отпишитесь, а лучше вообще пока не просматривайте, для того, чтобы не сравнивать себя с этим людьми. Потому что, скорее всего, ваши родители вас и так много очень сравнивали с тем, кто лучше вас. И да, это нужно делать для того, чтобы расти и двигаться вперёд. Но если, ещё раз повторю, тот вирус в голове постоянно это делает сотни раз на дню, то это превращается в патологию, и это больше вызывает стресса и негатива, чем радости и такого воодушевления двигаться вперёд к своей цели. Поэтому можете прямо сейчас сравнить себя не с теми, кто лучше вас, а сравните себя с самой в прошлом, в том, какая вы была или какой вы были в прошлом. Или даже с теми, кого вы лучше. Быть может, вот просто возьмите родительский некий чат, и вы понимаете, что вот вы лучше умеете делать что-то, чем кто-то. Или в какой-то группе, или среди ваших коллег по работе. Объективно скажите, ну да, я лучше. Это неплохо, нехорошо. Это не значит, что вы сравниваете себя с кем-то плохим. Нет. Но объективно вы лучше, потому что, может быть, у вас талант к этому, или вы, пока кто-то из них гулял или развлекался, вы занимались собой и растили себя в этом. Воздайте себе по заслугам и с достоинством оцените свои сильные стороны. Хорошо. А теперь давайте поговорим о том, а как же сделать свою самооценку стабильной. Здесь совет будет очень простой и лаконичный. Нужно научиться отделять свое поведение от своей личности. Поймите, мы не становимся лучше внутри, если делаем хорошие поступки. И мы не становимся хуже, если у нас что-то не получается, или мы сделали что-то плохое, ошиблись в чем-то. Ваше поведение никак не характеризует то, какой вы внутри, на самом деле. Да, конечно, мы все привыкли судить о других и о себе по действиям, по какой-то там внешним параметрам, по тому, на какой машине человек приехал, мы уже можем вынести какую-то оценку по тому, в какой одежде, как он говорит, какие у него предпочтения, какие поступки этот человек совершает. Да, конечно, это все так. Но, поймите, мир намного более многополярен и имеет больше диапазон, чем просто этот хороший, а этот плохой. Если сегодня человек сделал что-то плохое, а завтра хорошее, то какой он, хороший или плохой? Я уверен, у каждого из вас есть поступок, за который вам очень и очень стыдно. Но это что значит? Теперь вы никогда не будете хорошим или считать себя хорошим? И я уверен, что у каждого из вас есть поступок, за который вы просто гордитесь или, может быть, не гордитесь, но другие его помнят и ценят этот поступок. Кто-то считает вас прекрасным в чем-то, во внешности, в уме, а кто-то считает наоборот. Понимаете, сколько разных мнений. И если, когда что-то вы делаете и делаете это плохо, это не значит, что вы плохой. Это всего лишь говорит о том, что вам, может быть, есть чему научиться. И то же самое, если вы сделали что-то хорошо, это не значит, что вы великолепны. Нет, вы обычные. Поймите, мы никакие, вы никакой, я никакой, все никакие, но со знаком плюс. А поступки могут быть разные. Начните отделять себя от своего поведения. Быть может, у вас возникнет возражение и вопрос. Ну хорошо, если я буду отделять свои поступки от своей личности, я вообще буду делать только плохие поступки тогда. У меня для вас хорошая новость. Во-первых, если бы вы хотели делать плохое, вы бы уже это делали. А во-вторых, ничего страшного, вы просто делаете эти плохие поступки, но просто будете нести за них ответственность. Например, если вы будете плохо общаться, с вами будет меньше дружить. Если вы как будто подаете и дадите по голове, вы просто ответите за это. Поймите, мы не делаем плохие поступки не потому, что боимся стать плохим, а потому, что мы понимаем, что и будет какая-то ответственность за это. Но ошибаться может каждый. И поступать хорошо или плохо, это уже выбор каждого. И, кстати, я рекомендую вам отделять поступки от личностей и других людей. То, что человек сейчас, например, вам нахамил, это не значит, что он хамло. Это значит, что, может быть, ему сейчас хотелось это сделать, чтобы выписнуть гнев, который у него накопился после общения с начальством или еще что-то. Видите, как много таких полутонов, и нельзя мир делить на белые и черные. Если вы считаете себя и ваша самооценка низкой в какой-то области, да я плохая, я никакая, я не умею что-то делать в какой-то области или я некрасивая, вы судите по внешнему. Для кого-то вы самое прекрасное и самое ценное. Для кого-то то, как вы говорите или то, как вы пишете, это лучшее, что может быть. Поэтому я рекомендую вам сфокусироваться на том, первое, повышать планомерно, спокойно, без каких-то резких движений свою самооценку и при этом понимать, что все хорошее, что мне говорят или все плохое, что происходит вокруг меня, это никак не про меня, не про мою сердцевину, не про тот, если хотите, Божий потенциал, Божью искру, которая есть в каждом из нас, в каждом человеке. Это про что-то внешнее. А внутри мы все никакие, но со знаком плюс. Я приглашаю вас подписаться на мои соцсети, которые вы можете найти ниже, и посмотреть также видео, которые возникнут сейчас, по этой теме, я уверен, что они будут для вас полезны. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, я с удовольствием все читаю и по возможности даю ответы. С вами был Константин Никулин, до встречи в следующих видео.